СЕРЕБРИСТЫЙ ЛАЙНЕР У новой версии небесного судна они в разы больше, чем у предыдущей. Визуально есть еще одно отличие – так называемые законцовки крыла. Совсем скоро этот А320 Нео и еще несколько таких же аэробусов взмоют в небо. Ну а прямо сейчас у нас есть возможность узнать, чем же этот самолет отличается от своих предшественников. Поднимаемся по трапу. Гостей встречает команда бортпроводников. Провожают в салон и рассказывают о новшествах. Впрочем, многие из них видны невооруженным глазом. В проходе довольно много места. Также здесь есть вместительные и удобные полки для ручной клади. Но самое главное в салоне – это кресла. Комфортабельные и довольно просторные позволяют вытянуть ноги и чувствовать себя комфортно на протяжении всего полета. Кроме того, каждое кресло оснащено разъемом для USB. Пассажир может зарядить смартфон, поработать на планшете или почитать электронную книгу. А скоро на борту самолета появится Wi-Fi, который позволит быть онлайн, даже находясь в небе. Пассажиры бизнес-класса могут воспользоваться интерактивной панелью развлечений. Она встроена в спинку впереди стоящих кресел. На экране можно выбрать фильм, сериал, послушать музыку. У пассажирского лайнера новой модели на 20% меньше расход топлива. На 50% ниже уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Дальность полета увеличилась на 950 километров, а грузоподъемность на 2 тонны по сравнению с базовой моделью. Но и это еще не все. Представьте себе небоскреб Бурдж-Халифа. Если 12 таких зданий поставить друг на друга, суммарно вы получите ту высоту, на которой способен летать А-320 Нео. Закупка и выведение на линию новых моделей аэробуса – важный шаг не только для авиационной индустрии России в целом, но и для отдельных аэроузлов. Ранее жители микрорайона Сходня, который расположен вблизи аэропорта Шереметьево, часто жаловались на шум самолетов. Нас не может не радовать тот факт, что данный самолет выделяет меньше выхлопов и производит меньше звука, шума. Потому что у нас действительно есть очень много жалоб от жителей, что самолеты постоянно летают и мешают комфортной жизни. В свой первый рейс по России самолет отправится буквально через несколько дней. Совсем скоро парк крупнейшего российского авиаперевозчика пополнится еще восьмью узкофюзеляжными самолетами А-320 Нео. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.